Я рада приветствовать в нашей студии пресс-секретаря Владимира Суздальского музея-заповедника Николая Полидовца. Николай, здравствуйте. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Итак, во-первых, мы рады, что у нас во Владимирской области музеи открыты. Да, да, это самое главное новость, наверное, этой недели и вообще ближайших, я так надеюсь, дней. Да, поэтому расскажите, пожалуйста, чем сейчас живет Владимир Суздальский музей-заповедник и что интересного он приготовил для нас, обывателей. Ну да, я, наверное, еще повторюсь, самое главное, что музей открыт. Да, есть некоторые ограничения, которые мы, естественно, соблюдаем, есть свод правил и необходимых норм, которые мы тоже по безопасности, которые мы тоже соблюдаем. Самое главное, наверное, что бы я хотел сказать, что музей открыт, музей ждет посетителей и милости просим наших жителей, если кто-то, может быть, сомневается, чем заняться выходные дни, пожалуйста, музей открыт. Чем мы занимаемся? Ну, естественно, мы занимаемся тем, что, помимо основы такой работы, которую никто не видит, мы еще готовим и открываем выставки. Ну вот одна из выставок, она открылась, правда, 15 октября, «Пуль чужих дорог», но она продолжает работу, она будет работать до 14 марта, и мы, ну, наверное, так вот смело, громко и гордо можем сказать, что это действительно одна из самых ярких работ последних лет музея. Потому что, начнем с того, что материалы, информация, экспонаты собирались более пяти лет. Это были какие-то немыслимые стечения обстоятельств. Одна какая-то информация, одна фраза ввлекла за собой какую-то новую зацепочку. Из этой зацепочки появлялись какие-то контакты, которые направляли сотрудников музея и искателей этих сокровищ, предметов в нужное направление. И таким образом получалось собрать большую коллекцию, например. Ну и самое главное, наверное, достоинство и ценность выставки заключается в том, что это именно владимирцы, это именно наши соотечественники, люди, которые либо жили во Владимире, либо судьба их каким-то образом была связана. И мы постарались вот именно через их судьбы показать, ну, наверное, странные, неоднозначные события 100-летней давности, да, которые называются русским исходом, в результате которого миллионы людей вынуждены были покинуть Россию. Ну, опять же, скажу такими уже фразами и словами, которые мы повторяем постоянно. То есть они были, конечно, разрознены, они были в изгнании, но они продолжали нести в себе Россию, да, то есть вот русский дух. Они продолжали любить Россию, они продолжали делать, совершать какие-то великие открытия, творить произведения, да, там, что-то делать, то есть тоже во благо своей любимой Родины. Конечно, они мечтали вернуться, конечно, да, но... Не думали, они думали, что вернутся. Да, они мечтали, они рассчитывали, надеялись вернуться, но вот не сложилось. Сейчас у нас осталась только память, только вещи, которыми, к счастью, Владимир Сузовский музей-заповедник обладает, и на основе которых мы можем рассказать правдивые истории, наверное, да, тех лет, на примере тех людей, которые нас представлены. Кстати говоря, действительно, я, может быть, повторюсь и напомню нашим телезрителям, может быть, кто-то не знает, у нас большой комплекс предметов, связанных с писателем Иваном Шмелевым. Его называют самым русским писателем «Лето Господне», вот одно из его, ну, таких известных произведений. Тяжелая судьба, честно так, тяжелая у человека судьба. Потерять сына, череда вот этих вот каких-то неурядиц, покинуть Родину, вообще непонятно куда поехать, не зная языка, ничего. Пытаться каким-то образом удержаться, зацепиться, выжить, в конце концов, да, и не сломить, самое главное, не потерять себя, не сломить дух. Ну, это была тяжелая судьба, и вот, собственно говоря, о нем и повествуют некоторые наши экспонаты. Нам повезло, мы, опять же, повторюсь, большим комплексом предметов обладаем. Владимир Харповецкий, как без него обойтись, это предваритель губернского дворянства. Летчик АСА Иван Смирнов тоже представлен на нашей выставке, это тоже уникальный случай, когда во Владимире родился человек, мальчик, да, который потом за годами стал лучшим пилотом компании КЛМ, да, то есть вот нидерландской, ну, наверное, какая-то вот история странная. Владимир Зворыкин, изобретатель телевидения, ну, и многие-многие другие. Интересно то, что, я бы сразу сказал, я бы сразу рекомендовал, когда люди соберутся посетить выставку, лучше все-таки брать экскурсии, потому что вот одно дело посмотреть на экспонаты, да, вот прикоснуться, но самое интересное, это, конечно, услышать историю, которая связана с этими вещами, потому что даже вот при входе у нас висят несколько фотографий, по которым можно понять, как это все начиналось, то есть с чего это пошло, каким образом складывались вот эти, скажем так, ну, вот эти вот ситуации, истории, и каким образом находились экспонаты. А вот вообще, когда планируется выставка, на кого больше рассчитываете? Вы думаете больше о Владимирцах, да, или о приезжих, о туристах? Можно ли сказать, что... Мне кажется, мы вот не задаем такого вопроса, вот не делим особо сильно. То есть нету такого целевая аудитория Владимирцы или целевая аудитория туристов? Ну, смотрите, вот если порассуждать, в принципе, большая часть, при хороших временах, не вот, не сегодняшних, да, скажем так, большая часть посетителей, это все-таки жители Московской области и Москвы, ну, я имею в виду по нашим объектам, да. Вот, конечно, мы рассчитываем, что и они, что им будет эта выставка интересна, да, потому что, ну... Но они знакомятся с землей, да. Плюс ко всему, великие имена все-таки тоже что-то многое значат. Конечно, мы рассчитываем на Владимирцев, которые хотим заинтересовать историями своих соотечественников, да, естественно. То есть, мне кажется, это просто... Вообще, на самом деле, наверное, неправильный. Ну, то есть, может, неправильный заход. Скорее всего, наверное, это просто рождается сама концепция выставки, как-то показать те предметы, которые у нас есть, да, причем с выгодностью она показать. То есть она первая все-таки первичная, да, самовыставка, а не тот, кто... Да, 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 самовыставка первичная, ну, и, конечно, конечно, подача. Конечно, подать ее так, чтобы это было все-таки понятно, это было красиво, это было ярко, зрелищно и запоминающе. Вот сразу могу, ну, как бы добавить, буквально в эту субботу у нас были потомки эмигрантов в гостях в музее. И, ну, вот они были просто поражены, на самом деле, вот этой выставкой, потому что для них события исхода – это, ну, это такая слишком важная, ценная семейная дата, которая коснула всех. И они, ну, они не ожидали, что вот мы, по сути, были, я бы, наверное, не побоюсь этого слова, единственной в стране, кто сделал такую выставку масштабную, посвященную событиям столетия русского исхода. И поэтому, когда они к нам пришли на выставку, они, конечно, были удивлены. Ну, а дальше пошла какая-то вот такая вот череда интересных вещей, которые возможны, наверное, только в музее. То есть, одна из вот гостей, Елизавета Апраксина, оказалась родственницей графа Апраксина, который был первым предварителем Владимирского губернского дворянства. Вот. Ирина Сомова, которая родилась и долгое время жила в Австралии, потом приехала в Москву, вдруг вот пошла в галерею Воронцовых и нашла там своего родственника, Адама Васильевича Алсуфьева. Еще одна женщина уже на выставке «Пыль чужих дорог» на общей фотографии, которая у нас там размещена в коридоре памяти, нашла фотографию деда, которой нет даже у нее в семейном архиве. То есть, вот как это вот, ну, вот такие вещи, они происходят. И мы уверены, что вот именно эти знакомства, эти контакты станут, ну, наверное, началом каких-то новых историй, каких-то новых открытий, каких-то новых, может быть, даже и выставок, а может быть, даже каких-то, не знаю, там… Исследований, да? Исследований, да. Ну, кстати, вот, да, выставочные деятельности, исследовательские, что важнее для музея? И то, и то. Дело все в том, что я, может быть, сейчас расскажу как-то такие какие-то, может быть, крамольные вещи, да, но не каждый предмет может стать музейным экспонатом. Обязательно должна быть история, связанная с этим предметом. Если, то есть, ценность культурная – это одно, да, то есть, условно говоря, вазу можно рассматривать как хорошую работу, там, ну, условно, 19 века, да, и известных мастеров, и все такое прочее. Но если эта ваза стояла в кабинете, условно, ну, там, опять же, известного человека, эта ваза, там, не знаю, участвовала, или там, пережила, переезд и все такое прочее. Ну, то есть, вот, когда есть история, то экспонат становится, предмет становится действительно музейным экспонатом. А для того, чтобы найти эту историю, нужна исследовательская работа. И эта исследовательская работа, она не заканчивается. У нас научное дело постоянно делает какие-то новые, новые, новые открытия, опять же, которые иногда могут совершенно случайным образом обнаружиться. Вот. Ну, это вот, что касательно выставки «Пыль чужих дорог». Буквально в палатах же, на третьем же этаже, работает другая выставка. Она тоже посвящена событиям столетней давности, но уже такого немножко совершенно другой направленности. Это создание высших художественных мастерских в Хутемасе, так называемой. Это был институт нового образца, задача которого, ну, вы знаете, вернее, может быть, слышали и знаете, в Советском Союзе все должно быть лучше, все лучше детям, в стороне хлеба, ну, а искусство, естественно, в массы. Вот. И задача в Хутемасе как раз состояла в том, чтобы подготовить, взять, выявить одаренных молодых людей и подготовить из них специалистов широкого профиля, которые могли бы вот именно нести культуру в массы, которые могли бы не бояться экспериментировать. И да, действительно, они не боялись экспериментировать. И вот у нас на выставке представлено около 180 работ. Сразу оговорюсь, многие из них показаны впервые. Просто причем это какие-то вещи даже настолько уникальные, что не все и музейщики-то знали на самом деле, что они у нас есть в наших фондах. Могу просто про это. Ну, это у нас, во-первых, это живопись, графика, скульптура, серийные советские плакаты и советский фарфор. О некоторых могу просто немножко рассказать. Вот, допустим, портрет, картина, которая называется «На воздухе». Вот, то есть художник пытался изобразить не просто натурчатся, а именно показать игру воздуха в ее волосах. И, на мой взгляд, этого не получилось. Это действительно, то есть стоит посмотреть на это. Дальше еще одна картина «Крымский пейзаж» Мешкова. Чем она покоряет то, что, ну, во-первых, ты смотришь и говоришь, нет, я вот был в Крыму, я не видел таких красок. Наверное, это придумано. Ничего подобного. Человек просто попытался и сиюминутно поймать краски Крыма в определенный момент утреннего рассвета. И это действительно, ну, это действительно так, это действительно вот какое-то потрясающее волшебство на самом деле, потому что не похоже, что это есть, что это вот, ну, что это невыдуманная картина. Дальше у нас есть первая картина на выставке, в которой изображен футбол. Она датируется 1920-м годом. И причем, что интересно, тогда еще, кстати, были споры, является ли буржуазная игра, ну, такая достойная советского человека. И многие люди сказали, ну, нашлись умные люди, которые сказали, что лучше уж это, чем какое-нибудь там, ну, непотребство в плане, там, может быть, выпивки какой-то или еще чего-то. Поэтому футбол прижился и уже, кстати говоря, если не ошибаюсь, в 1922 году состоялись первые соревнования. Есть рисунок укрниксов, это тоже редкая вещь, которая была подарена нашему Владимирскому, известному Александру Безменскому. Интересная подборка фарфора, стекла, ну, в общем, я думаю, что можно сходить и нужно сходить обязательно. То есть это уже как минимум два выходных, есть чем занять? Да, да, да. Если, кстати говоря, пойдете с детьми, то я просто пользуюсь случаем, напомню, что у нас и детский центр работает, где можно оставить ребенка позаниматься творчеством. Опять же, у нас есть разные направления. Ну, и сами спокойно пошли на выставку, и как раз этого часа, может быть, хватит всем получить культурное наслаждение и удовлетворение. А если там вы рекомендовали все-таки экскурсию, то здесь? Я бы, наверное, здесь тоже рекомендую. Вы знаете, вообще, ну, есть разные люди, да, то есть есть люди, которые могут найти информацию в интернете об авторах, да, и просто посмотреть. Есть люди, которые, допустим, вообще не хотят лишнюю информацию получать, им просто интересно посмотреть на экспонаты. Ну, мне кажется, мне кажется, что все-таки, повторюсь, за каждой картиной есть своя история. Вот, в частности, у нас размещено, вот сейчас просто вспомните, три картины выполнены в черно-белых тонах. Вот чем они интересны? Тем, что у человека случилась трагедия. Его, он много сидел в лагерях, и у него потерялось цветопередание, вот, цветоощущение. Но, так как он был художником, он не мог остановиться, и он думал, что же, ну, то есть он искал, искал, он нашел себя в черно-белых тонах. То есть это было для него понятно, потому что он не мог не рисовать. Но вот это тоже вот история. История. И когда ты смотришь на картины, картины, наверное, ну, играют уже каким-то, приобретают другой смысл, другие образы. Вот, кстати, у нас есть пароход, который снялся, картина парохода, которую с ними сняли во многих фильмах, но его вот уже просто не существует. А вот на картине он есть. Его можно увидеть. Его можно увидеть, да. Его можно увидеть здесь, у нас, во Владимира Сузарского музея-заповеднике. Кстати, у вас сейчас, можно ли говорить о том, что сезон на улице холодно, то есть хочется пойти куда-то в теплое помещение? Можно ли говорить о том, что сейчас... Я бы даже сказал, нужно. У нас музей работает в штатном режиме с 10 до 5. Вот если брать палаты, то выходной день только в понедельник, поэтому можно вполне сходить. Даже с семьей, я еще раз говорю. Есть варианты пристроить детей, чтобы они тоже занимались полезным делом. Есть варианты самим просветиться, как в одном, послушать в одном направлении истории, может быть, послушать другое. Можно совместить в несколько дней. То есть приглашаем, если уж так это подготовить. И буквально 4 минуты у нас остается. О чем еще успеем рассказать? Ну, наверное, хотелось бы еще отметить участие в совместном проекте. Есть такая организация, сокращая дистанцию. Это родители детей с синдромом Дауна, которых называют солнечные дети. И вот в свое время они обратились к известному фотографу Владимирскому Сергею Скуратову с просьбой, предложением, с идеей. С идеей, да, снять своих детей в разных проявлениях. Игры, еда, занятия спортом, какие-то коллективные занятия учебные. Чтобы показать, насколько дети яркие, насколько дети эмоциональные. И вы знаете, вот длилась съемка 6 месяцев, больше полугода, вот Сергей рассказывал. Они хотели выбрать сначала концепцию, то есть снимать в доме детей. Но потом отказались, потому что дом это дом. То есть дети, в общем, как бы, может где-то кто-то зажмется. Они решили, что нет, пусть будет коллективное занятие, коллективные встречи, когда дети находятся среди себе подобных. И это была хорошая действительно находка. Вот вы понимаете, у Сергея получилось передать такие яркие эмоции, такие вот, какая-то светлая-светлая-светлая гамма получилась, несмотря на то, что черно-белая фотография. Художник сказал, не надо цвет. Цвет в данной ситуации отвлечет внимание от главного. А главное это эмоции, главное это то, что ребята, дети, такие же, как и все, любят ласку, любят общаться. И вот цель вот этого проекта как раз переломить, что ли, наверное, настроение, людей, да, то есть поменять их отношение к детям с Сидромным Дауна и, может быть, мотивировать их стать друзьями этих родителей. Ну, кстати говоря, в Музее природы, где это проходит выставка, опять же, есть много интересных занятий и для детей. То есть там есть учебные занятия по изготовлению каких-то там оберегов, каких-то охотничьих штучек. То есть у нас великолепная женщина, Светлана, ведет эти занятия, поэтому тоже на правах вот такой, скажем так, ну полурекламы, да, то есть рекомендую посетить. Вот, собственно, наверное, это что касательно по выставкам. Все новые новости по выставкам, я надеюсь, вашей помощью мы тоже будем передавать. Вот, мы работаем. Ну и, кстати говоря, опять же, могу порекомендовать всем подключиться к нашему телеграм-каналу, который есть, там тоже все свежие новости, в общем, есть. Поэтому приглашаем в музей, музей открыт, музей ждет, музей работает для вас. Спасибо большое, напоминаю, наш год сегодня, пресс-секретарь Владимира Суздальского музея-заповедника Николай Поледовец. Николай, спасибо вам. Спасибо вам.